Всем привет! С вами Ольга Чернова. Мы уже говорили о грибковых заболеваниях. Сегодня придется вернуться к этой теме еще раз, потому что сейчас в это время, когда у нас рассада находится дома, грибковые заболевания возникают очень часто. Особенно если весна будет поздней и рассада у нас на подоконниках задержится, грибковые заболевания встретят почти каждый из нас. Я уже говорила о мягких способах борьбы с грибковыми заболеваниями. Это с помощью золы, народными средствами толченого угля. Рассказывала о фунгицидах, писала целую статью, как можно опрыскивать там фитоспорином, бордовской смесью. Но сегодня настала пора поговорить о том, что делать, если наступил уже крайняя такая ситуация патовая, когда грибы уже так распространились по лотку, что нужно чем-то их убить и сразу, единоразово, в течение нескольких дней. Есть такие средства, которые убивают грибок на повал, очень резкие. Сейчас я все постепенно вам расскажу и покажу. Вот смотрите, лотки стоят, стоят лотки, вот они баклажаны, вот он перец, все вроде бы хорошие растения. Но если мы посмотрим туда, в почву, то мы увидим, в каких-то лотках почва хорошая, черная, чистая, совершенно чистая почва, а в каких-то она заражена грибком. И вот в этом лотке, мне посчастливилось увидеть, чтобы показать вам, грибы себя чувствуют так прекрасно, они так размножились, что там не только споры грибов, но они уже дали плоды. Вы видите, что растут настоящие грибы, сформировавшиеся. Это значит, что почва в этом лотке настолько заражена грибковыми спорами, что они там хозяева. И если мы их сейчас не убьем единовременно, они не дадут вырасти перцу. Не знаю, видно вам или нет, хорошо, я тут тенью загораживаю. Вот здесь, вот там, где растут грибы, этого ряда перца уже нет. Они его истребили, и на его месте сами живут. Вот они, грибы. Все, в этом случае вам не поможет никакой фитоспорин, не поливать, не опрыскивать, ничего вам не поможет и не спасут это посевы. Нужно использовать жесткий фунгицид, а именно медный купорус. Я вот в таких случаях применяю медный купорус. Но еще раз говорю, это очень крайний случай, когда уже грибок распространится до такой степени, что его будет больше, чем рассады. Все вот противогрибковые средства, вот я вам здесь и выложила, и бордовская смесь, и хом, они все на основе меди. И вот это средство, медный купорус, он тоже на основе меди, он очень хорошо убивает, вот тут написано, антисептическое средство. Им обрабатывают дерево, дома, срубы, для того, чтобы грибки не распространялись. Разводим его очень просто, одна столовая ложка на ведро воды. Вот такой голубой красивого цвета раствор получается. И я поливаю прям грунт там, где эти грибы растут. Я все поливаю медным купорусом. Иначе тут ничего не сделаешь. Они грибы будут плодоносить по всему лотку, и впоследствии вся рассада умрет. Я сейчас вот хорошенько полью, и потом через неделю вам покажу, я даже специально не буду выдирать эти грибы, пусть они растут. Я посмотрю и покажу вам, как они умрут естественной смертью. Вот этот фунгицид, именно медный купорос, это уже крайняя мера, когда уже вы, например, упустили. Я вот не видела, я вот сверху они стоят, смотрю, все красивые, все зелененькие. Я даже не заметила, что одного ряда нету. Вместо перцев уже давно у меня тут грибы. Бывает такое. Вот, если у вас случится такая ситуация, что вы боретесь, боретесь, и прыскаете, и там все делаете, подсыпаете, нет, все равно грибковое заболевание, можно осторожно вот так вот применить медный купорос. Потому что сейчас еще плодов нет, он никакого вреда вам не принесет, за то время, пока растение будет расти в грунте, он из него выйдет, из листьев, из всего. Никакого отравления, никакого остаточного там не останется у вас. Все, я надеюсь, мой вот этот вот совет вам поможет. Я вчера писала статью о фунгицидах. Побирайте внимательно, потому что, вот когда грибковое заболевание запущено в таком виде, наш разрекламированный фитоспорин не помогает. Еще раз говорю, это фитоспорин профилактическое средство. Им нужно обрабатывать землю до посевов, потом опрыскивать посевы, когда они еще не больные. Это повышает иммунитет растения. Но когда вот такие вот красотульки у вас вырастут, зловредные грибы, тогда уже никакой фитоспорин не поможет. Он не убивает, он просто предотвращает появление этого заболевания. Также многие из фунгицидов, которые вы применяете, они именно профилактического действия. Нужно выбирать тот фунгицид, когда у вас заболевание, который лечит, именно убивает грибок. И внимательно осматривайте почву внутри лотков, потому что видите, как вот вместе выращиваются в одной земле, не знаю, с чем это связано. Вот тут раздвинешь, сейчас покажу, видно, прекрасная черная земля, даже вообще ни плесени, ничего. Хотя эти баклажаны, они растут уже давно, вы видите, они вполне уже взрослые. Они очень давно растут в этом месте, нет у них никаких грибков. Тут вообще все. Та же самая земля, та же самая хозяйка, можно как сказать, та же самая рука садила. Выросли грибы. Но это загадка природы. Где-то грибы растут, где-то грибы не растут. Но нам грибы не нужны, мы не собираемся их солить, их нужно уничтожать. Опять я сбилась, просматривайте все свои лотки, посевы. И как только начинается первая плесень, начинайте сразу бороться с грибковыми заболеваниями. Потому что, если даже рассада выживет и вырастет, вот при наличии вот таких вот грибков, она все равно ослабленная. Это все сказывается потом на формировании куста, на количестве урожая. Ясно, что пораженные растения, они будут больше болеть при пересадке, дадут меньший урожай, начнут потому, что позже плодоносить. И все это сказывается в конце, на количестве нашего урожая. Если мы будем вовремя все эти предотвращать болезни, обрабатывать, у нас у всех будет очень богатый урожай. Заходите ко мне на страницу Чернова Ольга, город Бийск, Алтайский край, 56 лет. Набирайте и читайте все статьи по борьбе с вредителями, по борьбе с болезнями. Всех добавляю в друзья. До свидания. До следующего видео урока. Желаю всем, чтобы не было никаких грибов. За грибами потом поедем в лес. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok